Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я продолжаю на уровне сложности божество проходить Sid Meier's Civilization VI Gathering Storm новой цивилизации. Новая Колумбия под руководством... Ну, написано Симон Боливар, на самом деле, это я, Алехандро Боливар. Я веду Великую Колумбию, мне кажется, в жопу, потому что, мягко говоря, у нас тут всё не очень хорошо. Я отбился, конечно, от нападения Рима, захватил Кахойки, но вы можете посмотреть на развитие, насколько я отстаю. В это же время Венгрия практически уже забрала Ацтека. Давайте глянем у Ацтека. Три города, а Венгар забрал у них Тескока и Тиноч Титлан, столицу забрал. Тут Шотландия забрала Вильнус, и он вроде прошлым ходом отвалился по лояльности. А, ну и сейчас отваливается пока ещё, даже несмотря на губернаторы. Вот это, кстати, опасно. Одно дело иметь только Рим, недружелюбным. А вот когда в соседях ещё и Шотландия появляется, которая, в принципе, неплохо-то выглядит. 315. Ну, хотя, конечно, она послабее будет, чем Рим, но я с ней испортил отношение, напав на Кахокию. Тем не менее, Кахокия мне нужна, потому что у меня очень плохое место. Очень плохое. И тут ещё более-менее, но вот территория остальная просто мрак. Для развития. Я даже не знаю, где мне науку брать. Ну, например, Рив тут есть, да, предположим. Две науки. А с этой стороны... Вот Рив, да. То есть, тут можно какой-то кампус поставить. И всё. И это только плюс 2. Никаких вам гор. Всё очень грустно. Не знаю, то есть, пока я хоть какую-то науку пытаюсь с гавани получить, но Золотой Век-то кончится. И наука уйдёт. И что делать тогда, непонятно. Честно говоря... Иду в строительство, открыть лесопилки, чтобы хоть какое-то производство тут получить на этих лесах. Потому что у меня и производства нету. Вменяемого. Наверное, знаете, что я... Давайте подумаем, где бы мне сделать промышленную площадь. Но мне кажется, вот здесь я бы вот эти клетки не занимал. То есть, в любой другой бы игре, я бы подумал где-нибудь здесь, знаете, вот вырубить этих скотов. Скоты... Это у нас Шотландия, скоты. Вот это вот вырубить, камень убрать. Но не в этот раз, потому что у меня очень мало всяких ресурсов. И мне надо думать о правительственной площади и о ромашке где-то вот на этих просторах, на пустынных просторах. Но, блин, ничего не могу придумать, просто потому что нету нормальных... В Бари на Сибы Петру построить. Я думаю, что ее угонят. Ну, давайте, наверное, в Кратохену я поведу рабочих, чтобы здесь лесопилки сделать хоть какую-то... Поднять производство хоть какое-то. Какие у нас тут клетки обрабатываются пока? Ага. Ну, вот эта фигня полная, конечно. К сожалению. Ну, хоть как-то две. Вообще, надо тут, наверное, ферму поставить. Два заряда, один. Ну, вот этого на один заряд сюда давайте лесопилку. Этого с двумя зарядами пока сюда. Странно, игра мне предлагает так похоронить. То есть, игра поведет его так. Хотя, на самом деле, будет раз, два, три. И он сюда следующим ходом придет. Что в шестой циве стало с поиском пути? Что за какой-то мрак происходит? Так, давайте я хочу поисследовать вот эту территорию как раз генералами. Одним генералом. А этим, пожалуй... Вот я не знаю... Как бы, визуально кажется, что надо сюда город ставить. Но он же совсем говняный будет. Баринес хотя бы рядом с чудом. Тут какие-то клетки еще более-менее. А вот тут, если ставить город... Тут как бы есть вот место, да. Вот как раз с пресной водой. Вот осталось, ну, грубо говоря, два места. Но уже никакой город будет. Просто никакой. Ну, давайте тут... А, в Кахоке у нас, кстати, есть коммерческий район, да? Наверное, стоит... О, феотеризм сколько. Столько ферм построил. Наверное, стоит рынок. Где-то сначала монумент починю. Потом амбар. Монумент для того, чтобы лояльность. А, так вот есть рынок. Ну, я что-то не вижу визуально, чтобы он тут был. А, я вообще деньги даже не открыл. Ясно. То-то... То-то, я думаю, у меня рынок... Не видно и не работает, и вообще... Угу. Тут амбар есть. Ну, совсем, конечно, печально, грустно. Мне бы вот эту клетку тут тоже обработать наску, но... Не хочу тратить деньги на покупку. Так, ну, пора пингалу в столицу. Это еще один вариант... Хоть какой-то получить науку-культуру. Наверное... В барина сестру... Хотя... Блин, ну, федераль это священное место. Вот так, как бы, просто вера есть и так, правильно? Акведук. Акведук. Нужен ли тут аккведук? Тоже нет. Монумент тоже нет. Что у меня вообще стоит? Содержание юнитов строя... Ну, давайте на раз строителей пока. Пусть какой-то шанс на развитие. Это вот строителями... Пытаться улучшить... Все вокруг. Так, кахоке мне не надо роста. Мне тут нужно производство. Перекупируем я пока наску, но я не хочу ее перекупать. Прямо Махабодхи. Потом я вот это... Конечно, сила Кри офигительно. Ну и там Рим явно настраивает своих легионеров с арбалетами. Я не знаю, как мне... Как мне науку? Мне даже... Меня венгр не особо... Ну, как же он беспокоит, как победитель партии? Но у меня очень большие сомнения, что он как-то будет на меня нападать. А вот Рим... Да. И мне очень жалко, что тогда венгр... Вот видите, он вообще забирает. А тут уже симпала просто отваливается по лояльности у Ацтека. Мне очень жаль, что он тогда вместе со мной Рим не допилил. О! Кри начинает меня... Ну, Кри на меня не будет нападать, потому что ему, чтобы меня напасть, надо сквозь... Сквозь венгера пройти. Значит, он меня осуждает, кстати. Так. Тут, кстати... Слушайте, а может, меня в Вильнюс освободить? Смотрите, он тут... Я вполне из-за осуждения... Могу официальному войну объявить, да? Я бы Вильнюс освободил. Пока он сам не отвалился. Хорошая ли это идея тут ввязываться в войну? Вот в чем вопрос. Не, освободить Вильнюс хорошая идея. Я... Только вот этот Рим волнует вот здесь. Очень сильно. А, так он тоже, кстати, доходит. Ну, как-то странно тут, конечно, с поиском пути. Хм... 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 Понятно, что он будет отваливаться по лояльности к Венгру. Зачем мне Венгру Вильнюс отдавать, так? Освободить и получить, как бы, культуру с него хоть какую-то. Это хорошее идея. Все равно я испортил отношения уже с... Так, а я арбалеты открыл? Он на прошлом ходе открыл арбалеты. Да, надо апаться. Нападение через реку тут реки вроде не будет. Поэтому я лучше к элитной гвардии бы шел. Так, лечимся. Первый... Тар... Ух ты, уже не хватает. Блин, мне бы, конечно, всех трех апнуть сразу. Что, у народа денег особо нету? Так, Кристина, давай мы... Ну, видите, я не смогу... Давайте посмотрим... А, во-первых, у меня есть мед и серебро. Может, кто-то хочет обменять их. У Кри-Табак есть. Нормально. Это ради счастья всего населения. Так, что мне Кристина даст, например, за 10 монет? Ну, мне, понятно, нужно одномоментно... О, она даже готова прям... Деньги давать. А не за 10 монет, а за 10 влияния. И за 9 она готова дать, и за 8. Слушайте, а что они так дорого очки влияния покупают? 7 очков влияния, 110 монет. Вообще нормально. А кто-нибудь из Шотландии воюет, я бы присоединился. Да, кто-то воюет, только... Только я его не встретил. Так, ну надо пробовать с кем-то еще поторговать. Мне кажется, я должен смочь. Так, мне еще не хватает буквально 27 монет. А вот тут деньги есть. У Ацтека. Давайте попробуем у Венгра выцединить. Вот, у меня Кристина 7 влияния. Давайте этому мы 8 предложим, например. Нет. 9. Нет. 10. Ага, ему, значит, влияние не так сильно надо, как... В Швеции. Но все равно я у него попробую все бабло. Я знаю, мне кажется, что если мы по одному очку будем брать, как и по одному ресурсу, это больше денег получится. Но я считаю, что это просто... Меня Артем спрашивал в комментариях к одному из людей. Поправили это дело. Ну, не поправили, но я просто считаю, что это тупо. Тупо. Так вот делать... Тупо и неинтересно. А, не понял. Ага, вот так. Так, варбалетчики мы апнулись. Так, вот этим генералом я пока буду смотреть, что тут Рим делает. Ну, похоже... Кстати, Рим все еще воюет со Швецией. Похоже, ко мне войска не идут. Да, воюет. А не захватывает ли он какой-либо город? Вроде нет. Так, тут будем лесопилочку следующим ходом делать. В богате маяк. А сколько стоит караван? 120. Я бы в следующем ходе просто купил, мне апгрейдить ничего не надо. Или вообще еще с кем-нибудь бы поторговал влиянием, слушайте. Почему нет? С Римом не хочу. Вот с Ацтеком можно. Он все равно умрет скоро. 89. Давай тебе, например, 6 влияния. А, как тебе? Нет, нафиг надо? 7. 8. 9. Ух ты какой. Кажется, ему просто влияния не надо. Хорошо, давай тогда я тебе серебро. Нет, мне надо сразу деньги, например, с ракет. Нет. Просто хочу сразу купить уже этот караван. Этим ходом. Ну, я бы из Кахуки отправил. Чтобы уже был путь. Так, тогда в Богате. Монумент, блин, ну... Монумент слишком мало к культуре. Хотя в каждом городе по культуре уже неплохо было бы. Хорошо, а что у нас там дальше? Мне надо Пингалу, наверное, на культуру прокачать. Что у нас тут ближайшие? Происторические хроники. Да. Вообще даже ни одного кампуса не построено. Жилье. Так. Ну, в смысле, амбар мне не нужен. У меня тут жилье и так есть. Мавзолей в Геликарнаси было бы прикольно, конечно. К виду, камбар. Ну, давайте, наверное, еще строителей. Нужно развитие. Которого у нас нету. Так. И здесь следующим ходом будем лесопилочку делать. Я думаю, что пока ничего мы тут менять не будем. Хотя юнитов бы... Блин, каких юнитов? У меня районов нету. Каких юнитов? Конечно, юнитов неплохо бы поднастроить, но... Не сейчас же. Я лесопилку вот тут, наверное, поставлю. В то же случае, если чувак опять на меня нападать будет. Но нету армии. Слушайте, нету римской армии. Наверное, можно выдохнуть пока. Так, массовое производство ускорено. Еще можем караван. Ну, пока в богату. Раз он через Баринос пройдет, то вообще вот... Нормально будет. Так, я, наверное, с Монте-Сумой не буду дружбу продлевать, потому что ему тут жить осталось. Два города. Один из которых по лояльности отпадает. С норвежцем продлю. Норвежец норм. Парень. Как у Крис Вен... О! У Крис с Венгром плохие отношения. Это мне нравится. Так. Как нам тут лучше нападать? Наверное, надо убить этого копейщика. На его место встать мечником. Ладно, поехали. Ой, какая внезапная. У нас же есть официальная. Не, вот это я правильно делаю. Просто потому что... А тут еще вообще Германия. Кстати. Так, мне надо с ней договориться... О войне совместной против Шотландии. А, он так с ним воюет. Блин. Мне надо было сначала его открыть и с ним договориться, что мы совместно воюем. О, повышение будет. Так. Блин, вот это... Вот эти прокаченные лучники... Это что-то вообще с чем-то, конечно. Просто что-то нереальное. Еще и под генералом этим. Да все, следующим ходом Фильнус забирается. Просто... Что-то... Unreal... Unrealable. Так, этот хай лечится, этот хай лечится. Не знаю, давайте подведу на всех своих друг. Тут стена внезапно построится. Так, каракаси, маяк. Я бы торговца просто покупал. Да? 125. То есть, следующим ходом оно покупается. Письменность. Значит... Ну, не хочу я священное место. Я не хочу. Нет. Просто нет строителя тогда пока. В кита мы амбар построили. Я тут залочен. Ну, на рис пускай. Ну, блин, ни хрена не растет этот кита. Водяную мельницу? А, ну, мне уже не нужна водяная мельница. Хотя в кита, наверное, просто надо водяную мельницу. Для риса и какого-то роста. Хотя я бы... Нет, давайте все-таки рабочих. Так. Я надеюсь, Вильнюс там никто не заберет. Сзади. Ух ты. Крис меня дань требует. Ну, они, конечно, опасны, но я не представляю, как он будет на меня нападать. Честно говоря. Ой, это было больно. Ой, блин, еще и... Да вы прикалываетесь. Именно мне... Да что такое, ну? Ну, это вообще... Ну, что это за говнина? Это просто говнина. Просто охренеть. Нет слов. Ну, мне надо как-то этого подводить. Не, ну, по идее... Добежит он следующим ходом. Ну, это мрак какой-то. Такая подстава от природы. Вот это, конечно... Ну... Вот этот рандом, это просто... В сетевой игре это был бы... Чувак бы бросил играть. Скорее всего. Вот так вот, если бы произошло. Что-то, типа... Ты прокачанный мечик, ты уверен, что тебе его не убьют никак? Я вот просто уверен, что его не могли убить. Никаким этим. Происходит наводнение, все. Хана прокачанному юниту. Какого он третьего уровня был? Это... Мрак. Как вообще наводнение? Я представляю, что ладно вулкан, предположим. Но наводнение как юниту убивает. То есть, сидел такой отряд... Хоп, наводнение и сдохли все. Ну, это же... Ну, это реально можно спастись. Отойду, просто... Ну, боюсь, что могут раненого этого арбалета добить. Трындец. Трын. Ну, дорога вроде не разрушена. То есть, я смогу тут перейти. Мосты есть. То есть... Ну, то есть, мне хватает перемещения. Раз, два, три, четыре. Чтобы Вильнюс забрать следующим ходом. Так, тут клетки обработаны. Значит, тут надо вырубить и шахту поставить. Ну, давайте мы предварительно, что вот сюда мы ставим кампус. Ну, он на плюс два будет. Тут, конечно, можно сделать соседство районов. Можно здесь промышленную площадь поставить. Ну, блин, ну, мне так жалко тут промышленную площадь. Вы представляете? То есть, во-первых, холм. Минус холм, да? Два леса минус. И минус вот этот еще холм. То есть, надо будет тут хотя бы такую полуромашку какую-то делать. Ну, без одного района. Надо подумать. Может быть, так и сделать. Ну, просто жалко... У меня настолько хреновые места, что мне даже жалко такие клетки. Блин, надо бы кампус строить, но я... А, следующим ходом. Так, значит, тогда мы отложим тут просто строительство на один ход. Я просто хочу купить караван за деньги. В Куэнке, пожалуй, купим. Так, а тут что в Кратохене? А, маяк. Тут маяк. Скажите, у меня же вроде не стоит мода на великих людей. Блин. Какого хрена он включен? Реально, все моды отключены, кроме внезапно мода на великих людей. Ну, ладно, он никак на механику не влияет. Но я хотел чисто сыграть, чтобы не было видно. Да. Очень странно тут моды включаются-выключаются. Очень странно. Так, значит, тут мы ничего не строим. Ну, все. Shift-Enter. Откладываем ход. И там, по идее, автоматом должна вот эта клетка сама выкупиться, и я начну там строиться. Вот что у меня Крин и меня гонят? Мы же нормально общаемся вроде. О, блин. Скаутом. Так. Ремонтируем центр коммерции. И тут, я думаю... Ну, тут, этот, зона контроля. Сейчас мы этого парня убьем. Скоро арбалетчик будет полностью прокачанный. Да. Копейщик забирает город. Математика. Военная тактика. Защищу военная тактика. Театральная площадь. А, я копейщиком, копейщиком захватил кого-то, да? Да. Так, ну и освобождаем. Подождите. Может оставить. Смотрите, какой хороший город. Я просто думаю, что ко мне тут не пройдут же. Блин, может реально оставить. Ну вот, а что мне Винус сейчас даст? Две культуры и все? Сам по себе, он-то там, по-моему... От второго уровня союзов там что-то вот такая какая-то хрень. Короче, я оставляю этот город. Типа, под видом освободительной войны колумбийцы решили оставить город себе. Ну, сейчас все отремонтируем и хороший город будет, слушайте. Так, из Куэнки в Боготу или в Каракас? Тут что туда, что туда одинаково, в принципе. Не, ну нормальный же город. Шотландия зря. А, слушайте, я же хотел с немцем встретиться. Что-то я забыл об этом. Боже, ну как все-таки сложно идет. Это чисто Рим в соседях и... Жопа просто. Да, любая... Короче... Любая цивилизация в соседях с уникальным юнитом вначале, это просто мрак. А так как Рим у нас еще офигительно прокачивается на культуру вначале... Чего тут последний город его открыть? Мне вот тут военный лагерь поставить, и шотландец вообще ко мне не пройдет. Стоп, а вот его города. Блин, там территория немца, видимо. Ну, мне его войска мне не страшны, например. Вот это количество не пугает. А вот количество армии у Рима пугает. И вкупе с его наукой. Да, Майя похожа на другом континенте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Девятый немец похожа, потому что тут все только... Да, видите, одного кого-то я не вижу. Девятый немец. То есть, девять цивилизаций. А, слушайте, а он... А, ну норвежец, конечно, он же плавать умеет. Он там всех повстречал. На другом континенте. А вот и кампус. Ну, выглядит так, что надо, видимо, ставить здесь промышленную площадь. Ээээ... Правительственную. К сожалению. Тут правительственная. Тогда здесь будет, конечно же, промышленная. Ну, потому что, видите, дамба. Блин, вот тут надо дамбу вместо риса, к сожалению. Вот тут надо дамбу ставить. А здесь акведук для кита. Соответственно, здесь промышленная, и здесь промышленная будет. Ну, видимо, тут от картахены надо научную поставить. Ну, тут всего на плюс два будет. Этот, хоть, кампус на плюс три в будущем. Ну, и в кита тогда, видимо, здесь кампус. Это, кстати, на плюс три будет. Да, придется так делать. Терракотовую армию построили. Монте-сума мир с матишем заключил. Ну, да. Ну, отстека сейчас не будет. Этот вообще отвалится по лояльности. Где там еще какой город? Да, ну, тут венгер очень силен. Очень силен венгер. Как бы он ко мне не пришел. Слушай, Кри, я же твой братюня по даосизму. Чего ты меня не любишь, не понимаю. Может, будет нарисовано, почему. По неизвестной причине. Круто. Обожаю неизвестные причины. Сразу понятно все. Так, как бы мне немца встретить? Что у нас с ресурсами? Все еще не с кем больше торговать. М-м-м, да. Так, пингало в богате. 34, 21. Все равно выглядит невесело. М-м-м. М-м-м. Ладно. Я бы, конечно, мир заключил. Так, давайте я, наверное, все-таки встречу тут. Мне... Идти нечем обстреливать этот юнит. А, это Польша у нас. Фигасия. Ой, как лодь странно поставлена. Так это у нас шотландец с Польшей воюет. М-м-м. Какие у нас тут? Ага, торговать нечем. Городов 4. Ну, вообще, Польша тоже неплохо выглядит, да? 59, 86. Да не, вообще, вообще все неплохо выглядят, кроме меня. А какие города у Шотландии? Вообще, у кого сколько городов? Дайте глянем. Швеция. 6. Отлично. Польша. 5. Польша. 5. Норвегия. 5. Стэки 2. Венгрия. Венгрия хороша. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, кстати. 1, 2, 3, 4, 5. У меня-то побольше всех, но это мне не помогает. Кри всего лишь 5, и он так круто выглядит, а? А у Шотландии всего 4. Ну, блин, мне как бы в Шотландии вот сюда дальше вообще не хочется идти. Идти. Я не думаю, что он Вильнюс может вменяемо забрать обратно. Давайте думать, что здесь. Так, что у нас в Хохохии стоит? Вот чем хорошо города-государства захватывать, что тебе не надо беспокоиться о том, чтобы мир там заключить. Просто ты их захватил, а они сразу на тебя начинают работать. А, ну да, кроме Вильнюса, потому что я его захватил у Шотландии, а не город-государства. Так, а вот тут что-то армия Рима начинает куда-то двигаться. Так, давайте тут стоять тогда смотреть. Потому что это похоже на движение в мою сторону. Уже так прилично армии. Так, гавань. Гавань. Так, протестная площадь. Центр коммерции. Ну, я не хочу здесь пока треугольник ставить, центра коммерции. А какие у нас тут поблизости нормальные войска? Может, всадников немного поднастроить? Пока есть такая возможность. Ну, галеры? Ну, нет. А во что апы... Точнее, из чего апаются вот эти Лионера? Это явно... Так, летучие отряды. Это, по-моему, всадники, да? Да, всадники. Так что давайте всадников делать. И надо будет карточку следующим ходом поставить. Блин, уже 10 ходов. Да, господи, что так быстро-то эпохи проходят? Хорре, заканчивайте там в науку играться. Так, я где-нибудь еще строителей делаю? Нет, можно тогда пока это убрать. Так, тут я пингалу... Блин, может мне пингалу на культуру повысить? Потому что у меня культуры очень мало. То есть, вначале повысим на культуру. Так, здесь шелк. Карточку строителей уберем. Содержание юнитов. Я не думаю, что у меня многое будет требовать. Так, кавалерия древнего мира античности как раз на всадников. Производство оставляем. Ну, блин, соседство кампуса, что мне ставить? Там сколько ходов еще до кампуса? Наверное, надо поставить уже. Ну, один ход, да. Уже что-то будет равно. Ну, будет плюс две науки, правда, всего лишь. Типа хоть что-то. Так, и после этого, наверное, вот этого рабочего здесь вырублю под правительственную площадь для богаты. А, так я уже могу вырубать, наверное. Так, это третий радиус. Значит, дешевле будет и скита купить. Так. Это у нас кампус уже сразу. Есть. 38 очков. И пошли в правительственную площадь строить. Промышленное. Нужно 10 жителей и выше. Ну, надо рис этот убирать. Так-то город, конечно, растет, но медленно. Так, здесь шахту. Лесорубов. Боже, как приятно с этими прокачанными арбалетами работать. Ну, я просто тут стану копейщиком, чтобы оттуда шотландец не прибежал. Так, ну, пока, я буду просто тут так вот периодически смотреть, пока вроде Рим не идет в мою сторону. Блин, Кри четырьмя городами. Сто науки, семьдесят шесть культуры. Вот это называется, блин, игра на божестве. И ресурсами торговать нет. Почему у всех по одному ресурсу? Так, Кита. Блин, хочется тут тоже кам... Давайте, наверное, может, тут с промышленной зоны начнем. Вот вообще, смотрите, без соседства, без никакого. Так, а дамба у нас где открывается? В контрфорсе. Блин. Ну... Надо ли мне так стремиться в контрфорс? Вообще-то надо мне массовое производство, точно надо. У меня везде гавани, у меня верфи, везде будет очень неплохо. Ладно, поехали пока так. То есть, мне надо послов, видимо, все-таки в хатусу отправлять. И библиотеки строить. Да, ну вот сейчас что в Кита делать? Мне так не хочется, на самом деле, вот этот холм сейчас обрабатывать. Ну, в плане, кампус сюда ставить. А с другой стороны, надо, потому что... Ну, хороший кампус будет в итоге. И в Картахене вот достроится маяк, кампус надо ставить. Ладно. Иначе я просто... Я просто по науке буду очень сильно отставать. Мне надо догонять ребят. Блин, может, Данди? Ну, Польша, ты как-то... Это как-то совсем дешево. Ты мое влияние, ты вообще как бы Данди тоже берется. Ну, я хочу сейчас юниты больше. О, катапульта. Я просто хочу юниты убивать. Просто вот, ну, людей, понимаете, да? Нормальное, обычное желание убивать людей. Блин, может, захватить этот Данди? Ну, он реально падает. Ну, это так неудобно. То есть, если Вильнюс хотя бы еще хоть как-то удерживается, то... Данди... Я с ним какую-нибудь дань потребую, наверное. С этого шотландца. Давайте, наверное, на всякий случай юниты сюда перебрасывать. Но Рим не идет. Рим не... Акхатусача... Трояна. Да, вообще не хотелось бы, честно говоря, с Римом боевать. Вообще, когда-нибудь я бы Рим захватил. Вот Рим очень хорошо для меня захватывается. Вот эти все города. Вот эти три так точно не будут отваливаться. Это тоже, может, Сетия будет, но... Маловероятно. Блин, у меня проблемы. У меня нету в соседях, с кем бы дружить можно было. Ну, и на будущий союз, я имею в виду. Так, ну здесь надо вырубать, к сожалению. Так, это относится к богате. А, вот, кстати, построим зал для приемов. Зал для приемов построим. И как раз будет прокачка для пингалы на науку. 47.34. Угу. Уже не... Ну, смотрите, уже как норвежец, уже как шотландец хотя бы. Так, нам надо вот этот рис. Вырубать на богату. Нам надо жителей, чтобы 10 было. Так, сколько тут зарядов? Два. Надо тут лесопильню и тут вырубить лес. Таран во что апается? В осадную башню. Ну, надо ли мне это сейчас? Хотя пока не будем тратить деньги понапрасну. Постоим. Ну, я сюда встану арбалетом следующим ходом и буду просто тут все уничтожать. Так, тут следим за Римом. Это у меня... Мануэль Пиар работает шпионом. В общем, скажем так, саглядатаем он работает. А, вот у нас пингала. Ну, его надо повышать до исследований. Ну, это вообще самые главные прокачки вот в оригинальной Циве. Потому что пингала дает слишком много науки и культуры тогда. Вот это 10 и 3 это от пингалы. Потому что сами по себе каждый житель дает 0 и 6, по-моему, культуры. То есть, видите, 8 жителей это 2 и 4 культуры, да? А пингала еще плюс просто 8. Он дает культуру за каждого жителя. Где это? Вот, ценитель. Плюс 1 культура за каждого жителя в городе. То есть, тут он сидит в самом большом городе. Но у меня это столица, конечно. То же самое и науке касается. И плюс он еще и проценты дает. Плюс 15% сам по себе. Вот, город на 15% больше науки и 15% больше культуры. Поэтому выращивать надо тот город, где пингала находится. Так, где там мой... Пол этот. Ну, видите, я должен получить этого флотоводца. Дополнительный торговый путь, это очень круто. Кстати, у меня веры дофига. Имеет ли смысл ее потратить на какого-нибудь великого человека? Еще бы вот этого, конечно. Ну, в принципе... Нет, ацтек, сорян. Еще и совсем... Говорит, дай мне 2 роскоши, и мы вместе объявим войну. Польша. Вот класс. Так, Рим начал на Наску нападать. Я в темный век выхожу. У меня, походу, начнутся проблемы с лояльностью тогда. Так, давайте там пока людей убивать. Все как я люблю. Блин, реально Данди берется. Вот почему у меня в соседях такие развитые цивилизации, которые не могу захватить, а где-то в жопе мира вон сидит Шотландия... Вообще никакая, просто. Подходи, забирай, называется. Ну, реально я Данди заберу. Вот блин. Так, Рис к богате относится? Нет, не к богате. К сожалению, кита хреново растет, и вот эта смена... Ну, мне надо богату развивать. 9 жителей. Все, 4 хода, ладно. Так, кита. Уменьшай. Ну, ладно, возвращаю обратно пока. Ну, только дамбу, и надо будет дамбу в богате тоже строить в этом городе. Ну, надо, наверное... Обработать. Или, может, эти леса обрабатывать? Блин. Нападет ли Рим? Когда-нибудь. 8,1. А так 4. Нет, давайте. Так, пускай на рост пока. Деньги я бы еще пока сохранил для покупки караванов. Вот тут у нас маяк достраивается. Там маяк. Так, а почему я здесь амбар строю? Ну, да, вообще тут надо амбар, потом маяк. Тут рынок тоже достраиваться будет. Собственно, караван. Ну, поскакали какой-нибудь сюда засвечивать, чтобы никаких варваров не было. Давайте еще. Всадников. Армия должна быть. А в чем прикол этих Лионерров? Они там за соседство, что они рядом друг с дружкой, это я помню. Уникальный кавалерийский универ в промышленную эру, да. Малые расходы на содержание, во-первых. Во-вторых, плюс 4 к боевой мощи за каждым юнитом Лионера в соседней клетке. То есть, они должны будут прям скопом нападать. Полностью исцеляется, если находится в радиусе активированной способности главнокомандующего от IT-отдела. То есть, если один из главнокомандующих делает от IT-отдел, все Лионера исцеляются. Ладно, хорошо, сами по себе они 62, да? А кавалерия? Тоже 62. Ну, я бы не сказал, что они по мощи прям офигительно. То есть, понятно, что они рядом друг с дружкой. Там может быть, например, два Лионера рядом, и он уже не 62, а 72. Да, это, наверное, мощно будет. Так, у Рима... О, блин. Давайте мы опять... А, я не смогу... Блин, проблем, как мне этого чувака вернуть? Я не могу попросить открытые границы, пока у нас плохие отношения. Так, а с Венгром, по-моему, нормально, поэтому давайте с ним попросим открытые границы. Он мне еще даже заплатить хочет за это, представляете? Нормально, нормально. Так, надо возвращаться домой. Так, ну, мечника, наверное, тоже кое-нибудь сюда. Исторический момент. Лошади. Мы лошади используем. Боже. Никто никогда на лошадях не ездил. И вот, наконец... Ну, никто вообще. В этом-то мире ездили. Вон, например. Венгры уже на черной армии катаются. Вот бы венгры скрипа воевали. Мега-извержение. Слава богу, только клетки улучшились. Блин, какой, конечно... Так, а я все еще союзник Кабула, да? Следующим ходом надо будет... У меня будет два посла, надо будет в Хатусу отправлять. Правда, у меня библиотек все еще нету. Ну, смотрите, Данди просто падает. Все. О, у меня сейчас будет арбалет седьмого уровня. Полностью прокачанный арбалет. На шестьдесят пятый ход. Ой. Можно было не атаковать. Ну, я даже не знаю. Типа, что с этим городом? Ну, я его не смогу удержать вообще. Я его могу следующим ходом попробовать заключить мир с шотландцем и отдать его чисто. Он еще не успеет отвалиться. Что, давайте пока сохраним. Ну, это, конечно, прикол. О, слушайте, еще долго... До следующей эпохи. Ну, это просто прийти, то есть, прокачаться на Риме и прийти вот так вот шотландца унижать. Ну, проблема в том, что действительно, я бы его с удовольствием забрал. Но я не могу эти города удержать. Они все отвалятся. Возвращается Мануэль Пиар в родной дом. Сантьяго Марини участвует в осаде Данди. Я благополучно его взял. Так, этот тоже пропускает. Да, тут вырубаем лесок. А этим строим полмик. Стоп. Не понял. А каким образом это не холм? Не понял я. В смысле, почему? А откуда тут производство вот это тогда? Что это за бред? Реально это... Блин, откуда тогда тут это прои... Что вот это произошло сейчас? Почему здесь тогда вот это производство есть? Блин, я лес зря вырубил. вот у меня на плюс 6 кампус. О, у меня уже 63 науки? Слушайте. Так, все не так уж и плохо пока. Но у меня правда после золотого века все упадет. Нафиг, блин. Так, и нам надо купить очередной караванчик. может в Вильнюю системы построить на всякий случай. Мне надо акведук. Мне нужен акведук для ускорения военной инженерии. А тут как раз очень в тему акведук. Ну так, в момент начну. Все равно я его отдаю, этот город. Ну просто, просто, ну, как бы бессмысленно держать этот город. чисто будет дополнительным инструментом в торговле с шотландцем. В плане с рекой хороший город. Забирай. Я не могу его удержать. О-о-о-о. Катусу засоюзил и шотландцем. Ну я сейчас надеюсь договориться. Блин, одно население потеряли в Киото. Это плохо. Там и так город хреново растет. Дамбу зато можем строить. Так, здесь с двумя и более повышениями плюс два жилья. Довольство в городах с гарнизоном Союз. Ну, пока все оставлю как есть. Пока ничего не меняем. Так, давайте с этим чуваком мир. Вот данди я даже готов вернуть тебе. Вильнюс, ты уступаешь, да. Потом ты, видимо, мне выплачиваешь дань. И вход. Угу. И все влияние отдаешь. А, и ты все влияние не хочет. Очень ему влияние надо, очень. Хатусу я не хочу захватывать Хатусу, потому что это один из вариантов хоть как-то науку поднять. Так, еще раз проверяем. Вильнюс уступаем, Данди возвращаем. А, подождите, может мне ему тут пару юнитов еще убить? Что тут спешить? Например. Ну, это как вариант прокачки... Скажите, а я муковый так уже апнуть, да? Да. О, и плюс еще тут у нас рабочий имеется. О, и плюс еще тут арбалеты у нас имеются. Ну, как вот... Как устоять? Вот теперь можно мир заключать, да? Так. Еще раз, Данди мы возвращаем. Все деньги, все деньги в ход. Да, ну у него теперь 20 денег в ход. А было 15 до этого. А! Ну, понятно, я ему юниты убил. Вот, кстати, гайд. Сначала убейте у противника юниты, а потом протите деньги в ход, потому что юниты требуют деньги на содержание. У него их сейчас резко стало больше. Отлично. И мне сразу с ним надо открытые границы. Ну, ладно, ему уже нечего мне заплатить просто. Ну, и на этой радостной ноте мира с Шотландией, как бы вот этого его нагибания, я, наверное, закончу серию. Мне надо что-то думать, что делать с Римом. Давайте вообще посмотрим, где он по науке находится. Да, он находится в возрождении где-то вот тут. То есть, может быть, даже в порохе. Очень неприятно. Ну и по культуре он, конечно, меня опережает. Ну, не так. Ну, вот это, конечно, проблема. Я бы очень хотел засоюзиться с кем-то, например, либо с Польшей, либо с Венгром, чтобы караваны отправлять. Но я не могу этого никак сделать, потому что они ко мне не очень хорошо относятся. Ладно. Продолжение уже все в следующей серии. Спасибо, что смотрите. Пишите ваши комментарии. С удовольствием читаю. Мы вместе сейчас с новой цивилизацией с справками в патче знакомимся. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.